Долгожданное открытие офиса всероссийского турагентства Солнце Тур. Федеральная сеть это безопасный отдых по низким ценам. Звоните 20 37 95. Почти половина плана по дорожному ремонту уже выполнена. Сегодня прошла приемка трех улиц, которые ремонтировали в этом году по федеральной программе безопасной и качественной дороги. Речь идет об улицах 8 марта, улицы Советской и Орловской. Проверкой качества ремонта занимается дорожная комиссия. Сегодня она побывала на всех трех улицах. С помощью специального оборудования здесь замерили длину, ширину дороги и уровень уклонов. Для приемки дороги на Советской собралась комиссия из представителей дирекции дорожного хозяйства, городадмистрации и общественных организаций. Ремонт здесь начался еще в конце июня на протяжении всей улицы. На проезжей части провели фрезерование, положили два слоя асфальта, подняли старые бордюры и частично выровняли люки. В ДДХ говорят, что этот участок один из самых протяженных, который ремонтируют в этом году почти полтора километра. Соответственно и на ремонт выделена серьезная сумма 13,5 миллионов рублей. Намного меньше потратили на ремонт улицы Орловской, которая сегодня также прошла приемку. Улица Орловская у нас ремонтировался участок от Карла Липнихта до улицы Карла Маркса. Ну это представляете, это в районе ботанического сада. Участок был довольно-таки в убитом состоянии, долгое время не ремонтировался. Протяженность там была 200 метров, но участок сам по себе он небольшой, площадь 1690 и стоимость 2 миллиона рублей. На сегодняшний день принято уже 20 участков кировских дорог, то есть 40% плана по дорожному ремонту на этот год уже выполнено. Сейчас работы ведутся еще на 17 объектах, их планируют принять до конца июля. В дирекции дорожного хозяйства говорят, что подрядчики ведут работу, исходя из погодных условий. Когда нет дождя, трудятся круглосуточно. Серьезных претензий к рабочим пока нет. В редких случаях небольшие замечания по качеству укладки асфальта. При сдаче дороги, когда происходят вот такие незначительные недочеты, то есть обязательно в адрес подрядчика направляется письмо с датой исправления этих замечаний, но и с описанием самих замечаний. Ставится срок исполнения данных замечаний, ну и соответственно потом через неделю эти сроки проверяются, выполнены или не выполнены. А вот что касается гарантийных участков, то есть тех участков, которые ремонтировались по федеральной программе в прошлом году, то на 84 из 90 объектов исправительные работы завершены. Однако, насколько качественно подрядчики исправили свои ошибки, станет известно только в начале августа. Тогда представители дирекции дорожного хозяйства отправятся на проверку всех гарантийных участков. Продолжение следует...